После зимы на дорогах города осталось много песка. Работники ДЭПа убирают его с помощью специальной машины «Бродвей». Техника сметает мусор щётками, а потом песок поступает в кузов самосвала. Вместе с этим асфальт орошают водой, чтобы прибить пыль. Вслед за «Бродвеем» по дорогам едет уборочный пылесос. Смёт вывозят на площадку КБУ, а оттуда мусор забирает региональный оператор. Сейчас по городу собрали 80% песка с пешеходных зон и проезжей части. Кусты подрезаем. У нас специальная бригада есть. Кусты подрезаем. Ветки, засохшие деревья, которые аварийные, мы их срезаем. В лесах нет на территории города, которые непосредственно к нам они относятся. Мешают проезду, тротуары, дороги. Также рабочие приступили к фрезеровке тех асфальтовых ям, для которых в марте делали временное покрытие. Сейчас асфальт укладывают на участки в сторону первого КПП. Работы должны закончить в течение 15 дней. К празднику Дня Победы Депа благораживает городские памятники Великой Отечественной войны, а также делает разметки на дорогах города. У Вечного огня обновляют красочный слой ограждений, лавочек и лестниц. Чистят и красят поверхность монумента. После этого приступят к работам у Стеллы 40 лет Победы и у Танка около Дворца детского творчества. Украсим ограждение, разметку, опять пылесосим, дороги. Разметку на дороге делаем. Танк, обелиск Памира. Также еще, наверное, будет шествие здесь по строительству Захарова. Улица Зернова от воинской части. Вот это все улицы готовят. Все работы к празднику Дня Победы планируют закончить к 3-4 мая. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова